Княжество Монако и соседний французский город Ментон приняли старт 12-го выпуска ралли-марафона «Африка Эко Рейс». После этого караван традиционно направился на север Африки, чтобы вновь покорить спецучастки классического Дакара. С момента старта прошло пять этапов. По итогам марокканской части в категории автомобилей лучшее время осталось за баги под управлением Ива Фрамона. Догнать француза пытается его соотечественник Патрик Мартин на Мерседесе. Но самое интересное, что третью строчку сейчас удерживают россияне Алексей Титов и Дмитрий Павлов на своем Форде. Еще один экипаж из России Андрея Сушенцева и Игоря Петенко далек от битвы за общее лидерство. Однако в классе Т2 россияне сохраняют вторую позицию. В категории грузовиков караван возглавляет бельгиец Игорь Бувенс на Ивека. Его преследует венгерский экипаж Миклоша Ковача на Скании. На третьем месте, но почти без шанса вырваться вперед, бельгиец Ноэль Эссерс за рулем грузовика Мэн. В гонке уже второй год подряд участвует российская команда Газрей Спорт. Правда, нынешний старт вышел не самым удачным. После третьего этапа оба экипажа остались в песках. Так на автомобиле Болеслава Левицкого и Станислава Долгова отказал полный привод. А второй экипаж Алексея Хлебова уложил грузовик на высоком бархане. В итоге только помощь организаторов позволила обоим газонам «Некст» выбраться из песчаной западни ценой 24-часовой пенализации. Впрочем, организаторы позволили Левицкому вернуться в гонку. Вторая машина планирует взять рестарт после воскресного дня отдыха.